Декабрь 2015 года наша команда разработчиков опубликовала результаты эксперимента по заключению контракта между человеком и роботом для достижения GPS-координат без посредников оплаты и участия оператора управления роботом. После выхода данного пресс-релиза на протяжении 4 месяцев мы занимались улучшением проекта с одной целью – обеспечить безопасность использования единого пространства множеством автономных роботов при выполнении задач, поставленных в их контрактах. В середине апреля 2016 года мы перешли к полевым испытаниям проекта «Дрон-сотрудник», проекта, который должен обеспечить безопасность использования единого воздушного пространства множеством беспилотных летачных аппаратов без участия человека. У нас это получилось, и в данном видео я расскажу подробнее о ходе полевых испытаний. Полевые испытания проводились в апреле 2016 года на Средней Волге вблизи города Тольятти. Мы организовали съемку промо-ролика для команды по мотокроссу с участием одного видеооператора и четырех автономных дронов компании 3DR, оснащенных камерами GoPro. План испытаний был сформирован следующий. Первым шагом необходимо было передать информацию об используемой территории, в которой будет происходить движение беспилотных летательных аппаратов децентрализованной автономной диспетчерской «Дрон-сотрудник». Наша диспетчерская способна работать с высокоточными топографическими данными, но, к сожалению, мы не имели возможности произвести сканирование территории лидаром, поэтому территория была размечена с помощью сервиса Google Card и обычного GPS-приемника. Мы определили границы, доступные для полетов территории, высоту склонов над уровнем моря и разметили запретную для полетов область, которая в нашем случае являлась зоной свободного передвижения участников съемки и стоянки автомобилей. В итоге мы получили следующую модель территории. Для сравнения я привел более точную модель территории с подгруженными топографическими данными парка на севере Сан-Франциско, проекта Open Topography из Сан-Диего. Вторым шагом нам необходимо было заключить умный контракт с каждым дроном на достижение нескольких GPS-координат. Дроны, использующие программное освещение «Дрон-сотрудник», могут заключать контракты посредством блокчейна сети Ethereum на достижение множества точек на карте, получаемых в формате GPS-координат. Также возможно указать время старта, поворот по азимуту, высоту и дополнительные действия в точке, такие как сброс груза, включение-выключение записи видео или же передача контроля над дроном пользователю в данной точке. Важно понимать, что общаясь с дроном, вам не требуется думать о диспетчере. Он полностью автономен и способен самостоятельно общаться с дроном без участия человека. То есть, вы заключаете контракт с дроном, который самостоятельно зарегистрирует маршрут у диспетчера. При этом, если в маршруте дрона будут допущены такие ошибки, как вхождение в запретную зону или же пересечение с траекторией уже зарегистрированных маршрутов, то диспетчер самостоятельно скорректирует маршрут дрона и передаст безопасный коридор полета обратно дрону через блокчейн. При заключении контрактов с дронами мы специально допустили ситуации пересечения траектории каждого дрона как минимум с одним другим дроном и вхождение каждого дрона в запретную зону при движении от точки к точке. После регистрации всех маршрутов мы получили представленную на экране модель территории с коридорами полета. Как вы можете заметить, дроны получили от диспетчера маршрут с дополнительными точками для избежания вхождения в запретную зону и столкновения при движении. И последний, третий шаг. Необходимо было дать старт команде мотоциклистов в то же время, в которое дроны должны были начать свой полет. Мы провели два дня в полях, поработали с двумя картами местности, получили много нового опыта и самое главное достигли результата. Дроны, благодаря нашему программному обеспечению, действительно не столкнулись и двигались, не влетая в запретную зону. Это делает возможным существование автономных баз дронов без страха за безопасность полета множества беспилотных летательных аппаратов в едином воздушном пространстве без участия человека.